Совсем недавно белорусская фирма Lucky Currency объявила, что будет поставлять автомобили иранской марки Сайпа не только на внутренний рынок, но и в Россию. Однако сейчас оказалось, что на территории РФ будет работать совсем другой дистрибьютор – петербургская фирма Best Motors. Мы планируем на 2023 год продать порядка 10 тысяч автомобилей, порядка 5 тысяч коммерческого транспорта, пикапов. В общей службе контракт подписан на 45 тысяч штук, на три года. Я надеюсь, что мы выполним это все. Для справки, Сайпа – это второй по величине автопроизводитель Рана. Его производственную программу составляют дешевые легковушки – настоящие рабочие лошадки. Российский импортер планирует начать продажи сразу нескольких моделей. Это три модели компании Сайпа. Это Квик, Сайна и Шахин. И три модели пикапов. Это пикапы на базе Ниссана, то есть это с одной кабиной, с двумя кабинами. И будет такой у нас еще дорожник, очень похожий на хомер. Седан Сайна и хэтчбек Квик можно считать дальними родственниками малолитражки Kia Pride 40-летней давности. По формату семейство напоминает нашу «Ладу Гранту». А продаваться такие машины будут ориентировочно по миллиону рублей. Это именно сегмент народного автомобиля дешевого. Но это где-то от миллиона до миллиона семьсот. То есть Квик и Сайна будут в районе миллион сто. И Шахин будет стоить примерно миллион семьсот. Упомянутый седан Шахин – современнее Сайны. Это конкурент «Лады Весты», который прошлым летом демонстрировался на московской выставке «Мимс». В его основе лежит платформа «Тойота Ярис» позапрошлого поколения образца 2005 года. Первая партия машин будет легализована по упрощенной схеме, временно разрешенной российскими властями. Это значит, что автомобили Сайпа не будут проходить ходовые испытания и ударные тесты, чтобы открыть продажи до первого июня. Мы будем рассматривать по федеральному закону. Это параллельный импорт. До первого числа мы планируем завести порядка тысячи автомобилей, если получится. И параллельно ввести именно сертификацию. Что касается дилерской сети, то первые шоурумы должны открыться через несколько недель. А за год дистрибьютор планирует привлечь 120 дилерских центров. На машины поначалу будут предоставлять гарантию сроком 2 года или 80 тысяч километров пробега.